О чем надо знать и куда обращаться за помощью при переходе региона на цифровое телевидение, этому была посвящена пресс-конференция в правительстве области. Переход на цифровое вещание означает, что 20 эфирных федеральных телеканалов начнут показывать исключительно в хорошем качестве. Но принять их без специальной подготовки смогут не все. В Архангельской области организован штаб, организована горячая линия. В постоянном режиме мы сверяем часы по различным направлениям. Это и работа волонтеров, это и работа горячей линии, это и наличие сегодня телевизионных приставок комплектно-спутниковых телевидений в торговых сетях. Приставки понадобятся тем, у кого телевизор старше 2012 года. А сегодня именно такие телезрители в зоне риска. Чтобы понять, в каком формате смотрите свои любимые передачи именно вы, обратите внимание на логотип канала. Стоит ли рядом с ним буква А? Те, кто видит эту букву А на экране, должны быть подготовлены к тому, что вместе с буквой пропадет и сам сигнал. И 3 июня вместо контента, то есть содержания телеканала, там появится заставка, которая уже будет в текстовой форме и в том числе динамичной, объяснять, что нужно сделать для того, чтобы перейти все-таки на цифровую, на прием цифрового сигнала. По вопросам подключения цифрового ТВ организована горячая линия, а также работает штаб волонтеров. Эти линии интегрированы между собой, то есть когда вы попадаете, звоните на федеральную линию, значит там вы можете получить консультацию технического характера, а если вопросы связаны с социальными, по компенсации или еще какие-то другие вопросы, то переадресуют на региональную линию, на центр обработки вызовов и обратная ситуация. Жителям населенных пунктов, где цифрового эфирного вещания нет и не будет, предлагается установка спутниковых антенн. До осени стоимость такого подключения не превысит 4,5 тысяч рублей. Областной бюджет компенсирует эти расходы четырем категориям граждан. Пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и родителям, получающим пособие на ребенка.